Тумсов, в одном ролике ты говорил, чтобы Кадыров одумался. Ты реально думаешь, что он мог бы одуматься? Это не важно, что я по этому поводу думаю. Важно то, что ему дан такой шанс. И во многом они абсолютно лицемерят в ситуации с газой, просто лицемерят, зная при этом, что они лицемерят, зная, что они неправы. И от того, что мы с вами что-то там запишем, от этого они не перестанут это делать, понимаете? Как ты думаешь, что состояние Кафырова и очень много змей в Чечне это какой-то знак разве? Алейкум ассаляму араматуллах. Я думаю, это знак величайшей милости Всевышнего Аллаха, что он даже таким преступником, омерзительным преступником и врагам Аллаха, вроде Кадырова, Аллах даже им дает, посылает к ним предвестников, дает им шанс на самом деле, чтобы они задумались, чтобы они могли покаяться. То есть эта дверь не закрывается, дверь милости Всевышнего, она не закрывается даже для таких омерзительных преступников. Так, что там с Пашчахом выздоровел? Ну, у него вот эти кризисы, понимаете, у него бывают, они раз, где-то у него получается выкарабкаться, сейчас он вроде бы снова начал немножко выкарабкиваться, но надолго не хватает. Он раз, чуть ему легчает, потом обратно его накрывает. В целом этот человек нездоров, ему плохо. Если бы это был какой-то хороший человек, которого бы мы любили к нему, относились бы хорошо, или как минимум даже нейтрально, то мы сейчас делали бы за него дуа. Это вот именно он выглядит, как человек, который нуждается в дуа. За любого мусульманина, которого мы увидели бы, допустим, он выступал бы, и у него была бы такая одышка, он шел, и вся его фигура, его походка показывала бы, да, о том, что ему плохо. И мы бы сразу сказали бы, наверное, этому человеку тяжело исцелить его Всевышний Аллах наилучшим исцелением, да, маршал Дельцон. Мы бы сделали за него дуа. Просто из-за того, что этот Кадыров является врагом Аллаха, мы за него, конечно, дуа не делаем. Но то, что ему плохо, он болен, это очевидно. Тебя слушают многие российские либералы, ты главный эксперт по Чечне, не мог бы ты записать небольшое видео по поводу Палестины, почему-то почти все российские либералы поддерживают Израиль. Я не владею ситуацией в Палестине, понимаете, там у меня нет каких-то инсайдеров, людей, которые были бы там на месте, находились бы, я бы был с ними на связи, они могли бы мне там какую-то информацию дать. То есть есть какая-то общая картина, по которой, ну наша позиция общая, понятно, что в этой ситуации мы полностью поддерживаем Палестину, что мы всегда были и будем за то, чтобы палестинцы обрели свое собственное государство. Понятно, что то, что там сейчас делает Израиль, является военным преступлением. Но сказать больше об этом, какой-то сделать там, какой-то выпуск об этом, но для этого нужно владеть информацией. У меня ее, к сожалению, нет. Ты как настоящий мусульманин должен поддерживать палестинцев, а ты увиливаешь, типа, я не знаю, я не в теме, меня там нет и так далее. Как ребенок, у вас в прятки играешь. А как еще можно их поддержать, если сказать, я их поддерживаю, сказать, что Израиль военное преступление совершает в Газии? Помимо этого, как еще поддержать? Если имеется в виду переключиться на эту повестку, то есть вопрос ведь был в том, почему ты на эту тему не снимешь фильм какой-то там. Ну, я не имею материала, чтобы на эту тему что-то снимать там или комментировать. У меня, понимаете, в исламе есть такое правило, что первичные те проблемы, которые касаются лично тебя, они находятся вокруг тебя, они первичные. И это выражается даже в вопросах помощи, заката, когда ты даешь милость. Но не должен начинать с тех, кто тебя окружает. И поэтому, когда, если кто-то считает, что я должен оставить проблему чеченцев и переключиться на проблему палестинцев, то это противоречит религии и ислам. Я не должен этого делать, и я не буду этого делать. Тем более, что о проблемах палестинцев говорят, ну, просто особенно сейчас колоссальное количество людей, и мусульман, и немусульман. У них очень мощная поддержка. И для нас сегодня переключение полностью туда было бы просто преступлением. Спасибо за ответ, но я имел в виду записать короткое обращение, а то либералы не пытаются даже как-то разобраться. Их как будто заклинило на Фомасе. Либералы, хоть мы запишем короткое, хоть мы запишем длинное, они от нашего обращения, от нашего видео свое мнение не поменяют. Здесь, понимаете, все настолько сейчас осложнилось, когда Россия ведет войну с Украиной, и вроде бы мир поляризировался, разделился на две части, а потом раз происходит ситуация в Газе, в которой вроде как вот здесь с Украиной и Россией была, типа была сторона добра и сторона зла, а потом раз, когда происходит ситуация в Газе, то тут происходит, что те, кто были на стороне добра в ситуации с Украиной, Они вдруг оказываются на стороне зла в ситуации с газой. И понимаете дилемму у этих так называемых либералов, у той же украинской власти, поддержать здесь, поддержать сторону добра, значит выступить против непосредственно своих союзников. У них понимаете какая дилемма происходит. Поэтому для них это тоже очень такой сложный момент, сложный выбор. И во многом они абсолютно лицемерят в ситуации с газой, просто лицемерят, зная при этом, что они лицемерят, знают, что они не правы. И от того, что мы с вами что-то там запишем, от этого они не перестанут это делать, понимаете. Надо это просто принять это как есть, эту ситуацию. Свою позицию мы по этой теме имеем, мы ее озвучиваем, они озвучиваются. Если у нас с ними будут какие-то там разговоры на эту тему, мы им все это придявим, в этом нет сомнений. Но пытаться их в чем-то там переубедить, я понимаю прекрасно, что они не в заблуждении находятся. Они прекрасно знают, кто там прав, кто виноват, но такова сегодня конъюнктура. Тумсов, в одном ролике ты говорил, чтобы Кадыров одумался. Ты реально думаешь, что он мог бы одуматься? Это не важно, что я по этому поводу думаю. Важно то, что ему дан такой шанс. Он есть и у него, и у всех людей, находящихся в этой шайке. У них у всех есть эта возможность. Пока душа не подступила к гортани, у них есть эта возможность. И призвать их к этому. Это наша, я не скажу, что обязанность, но мы можем это сделать. И я это сделал. А вот прислушивается ли он к этому? И что я по этому поводу думаю, я не буду озвучивать. Субтитры сделал DimaTorzok